МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В публике поздравил Анатолий Бибилов. Вы все себя отдаете для того, чтобы наши дети росли, набирались знаний. Новый автобус Анатолий Бибилов передал ключи от автомобиля руководству Гостром театра и пожелал успешных кастролей. В Схемвале прошло командное первенство Южной Осетии по шахматам среди школьников. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил коллективу Гостром театра Южной Осетии новый автобус. Он оснащен по самым современным технологиям. Теперь у артистов будет возможность выезжать на гастроли на собственном автобусе. Репортаж Стеллы Бязровой. У Государственного драматического театра новый вместительный автобус. Теперь у артистов появилась возможность в комфортных условиях ездить на гастроли. Такой подарок театру сделал глава государства Анатолий Бибилов. Коллектив театра встретил президента по стинским традициям. Президент Южной Осетии. Ключи от нового автобуса руководству и коллективу театра вручил лично Анатолий Бибилов. После глава государства смотрел автобус. Здесь подсветка под каждый этот идет. Вот это им розовый видеорегистратор Дарис. Президенту автотранспорт понравился. Он пожелал артистам театра удачных гастролей, успехов и много зрителей. Очень много может быть прекрасных работ, прекрасных спектаклей. Но если мы их не будем вывозить, не будем показывать мастерство наших актеров, то это не будет достижением каким-то таким, которым бы мы гордились. А когда мы будем выезжать в Россию, куда угодно, не показывать мастерство наших артистов, а показывать прекрасные спектакли, вот это будет таким высшим пилотажем, наверное. Для этого, конечно, нужен транспорт. Транспорт, я считаю, шикарный, со всеми удобствами. И теперь уже, как говорят, мяч в ваших руках, на вашем поле вперед с успехом. Для коллектива театра сегодня был настоящий праздник. Они ждали новый автотранспорт больше года. И вот дождались. Личного автобуса у коллектива театра никогда не было. На гастроли они ездили то на арендованных автобусах, то на автобусе государственного ансамбля «Симп». Теперь полноценным гастролям ничего не мешает. Ирнеюм автобус наудись. Одиснен микроавтобус, одиснен раваг автотранспорт фала. Нан автобус наудись. Май, кока майрокуртом, симптарев нам увар той автобус. Кои у хорска бакут там. Овтобусу спецзаказ кайхоненчей. Сармогундай Мухан сарастой. Сармогундай Мухан сарастой. Деньги на приобретение автотранспорта были выделены из личного фонда президента. Новый комфортабельный автобус марки «Хюндай» был изготовлен по индивидуальному заказу. Здесь есть все удобства. Кухня, кофемолка, телевизор и даже камеры для удобства водителя. В автобусе 32 места. Он оснащен кондиционером, откидными сидениями и комнатой для бытовых нужд. Одним словом, здесь есть все необходимое для того, чтобы с комфортом ездить на гастроли. После официальной части наша съемочная группа и коллектив театра проехали по городу на новом автобусе. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Полномасштабные военные действия продолжаются по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Среди жертв как военные, так и мирное население. Тем временем международное сообщество призывает конфликтующие стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Роза Татаева продолжит. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта не прекращаются обстрелы. Полномасштабные военные действия ведутся по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с применением тяжелой техники и артиллерии. По заявлению Минобороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе. В том числе столица Степанакерт ежедневно сообщается о погибших и раненых. Значительный ущерб нанесен инфраструктуре населенных пунктов. Напомним, что 27 сентября началось резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Как сообщает наша коллега из Арцаха, ситуация не изменилась. Сегодня утром еще одна серия взрывов раздалась в центре Степанакерта. Сегодняшнее утро тоже началось в Степанакерте с бомбежек. Азербайджан бомбит не только столицу, но и другие большие населенные пункты, пытаясь внести банников в тыл. Что могу сказать? Применяются разные виды оружия. Смерч, баланес, кассетные бомбы, запрещенные разными конвенциями. Умирают обычные мирные граждане. По вчерашним данным, значит, уже опубликовано, что после вчерашних бомбежек было 4 человека из мирного населения в Степанакерте погибло, 10 человек ранены. Но сегодня бомбили намного больше. Между тем, международное сообщество призывает стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Арцахе. В документе лидеры трех стран призвали Ереван и Баку вернуться к мирному диалогу по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что нельзя сказать о позиции руководства Турции, которая выражает готовность оказать Азербайджану любую запрашиваемую поддержку. Уже доказано, что с азербайджанской стороны в боевых действиях принимают участие представители Турции, наемники из Сирии, из Ливии. То есть Азербайджан бросил все свои силы на то, чтобы прорвать оборону Карабаха. Карабах, как обычно, как это было много лет назад, в Первую Карабахскую войну, как это было в 2016 году, в Апрельскую войну, вынужден опять обороняться. То есть все, что сегодня происходит, можно назвать одним словом. Мы просто защищаемся, который уже раз, на фоне того, что международное сообщество просто молчит или делает какие-то заявления, которые ни к чему не приводят. Идет война, и Карабах опять остался один на один с врагом. Президент Азербайджана назвал условия для возврата к добрососедским отношениям с Арменией. По его словам, для прекращения огня в Нагорном Карабахе и нормализации отношений Ереван должен вывести свои силы из региона. В свою очередь, премьер Армении заявил, что если международное сообщество не примет решительных мер в ситуации с Нагорным Карабахом, то последствия конфликта ощутит на себе весь Южный Кавказ. Между тем, в регионе продолжаются боевые действия, жертвами которых становятся мирные жители и военные. По разным данным, только за последнюю неделю военных действий в НКР погибли 18 мирных жителей, ранения получили более 90 человек. Роза Тедеева, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня. Сегодня Всемирный день учителя, день, когда отмечаются заслуги преподавателей и их неоценимый вклад в развитие общества. С этим днём преподавателей республики поздравил и Анатолий Бибилов. Образование – единственный путь к развитию. Именно хорошие учителя прививают детям интерес к учёбе, помогают выбрать цель в жизни и определиться с будущим, отметил президент. И сегодня же Анатолий Бибилов наградил наиболее отличившихся преподавателей республики. Четыре месяца первого полугодия прошли в другом формате. Вместо привычного учебного процесса учителям пришлось привыкать к новым вынужденным стандартам образования. В современном мире быть учителем очень нелегко, отметила исполняющая обязанности министра образования и науки в своём поздравительном выступлении. Но тем не менее, профессия педагога – одна из самых благородных и в первую очередь направлена на благо завтрашнего дня. И, наверное, в этом и состоит учительская сила и учительское счастье, что в любых обстоятельствах мы с вами остаёмся прежде всего учителями. Потому что понимаем, что на наших плечах огромный груз. Груз ответственности за каждого ребёнка, груз ответственности даже за каждого родителя этого ребёнка. И груз ответственности за ту специальность, которую вы когда-то решили посвятить всю свою жизнь. Я не знаю, может быть, кто-то со временем, может быть, пожалел об этом выборе, но я в это не верю. Я знаю, что как бы трудно нам с вами ни было, мы знаем, что мы работаем не на сегодняшний день только, а мы работаем во имя завтрашнего дня. В День учителя каждый год традиционно проводится торжественное собрание с концертной программой. Но в этом году планы видоизменились из-за ограничительных мероприятий. Грамотами и нагрудными знаками были награждены работники сферы образования, которые за дня в день трудятся на благо подрастающего поколения. Чей труд, казалось бы, невидим, но очень необходим. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был грамотным, образованным человеком. Вот эту грамоту, это образование, эти знания даете вы. Вы всё себя отдаёте для того, чтобы наши дети росли, набирались знания, поступали в высшем учебном заведении. И что я особо хочу подчеркнуть, особенно по отношению к преподавателям, которые в самые тяжёлые годы не прекращали свою работу. Глава республики Анатолий Бибилов отметил труд педагогов в самые тяжёлые для республики времена, когда педагоги ради комфортной организации учебного процесса приносили из дома дрова. Под свет лампы работали по вечерам, исправляя тетради. Я желаю вам удачи и успехов в вашем многотрудном деле. Я желаю вам терпения. Оно очень нужно нам всем. И, безусловно, я желаю вам удовлетворения результатами своей работы. Хороших учеников, воспитанных учеников, пришедших из настоящей аститской семьи. Указом президента ряду сотрудников сферы образования были присвоены звания заслуженных работников. Эмма Джоева долгие годы, как сама говорит, работала, не покладая сил в дзавской школе. И вот сегодня с гордостью в руках держит нагрудный знак. В день учителя прозвучали в первую очередь слова благодарности в адрес педагогов. А также была озвучена надежда на то, что в следующем году праздник будет организован в привычном формате. Яна Плива, Заурустаев, Тамерлан Гусраев. Информационный выпуск сегодня. Наш следующий сюжет об Ольге Кайсиновой, преподавателе математики. Молодая учительница, но с немалым стажем работы. Вот уже на протяжении 13 лет она обучает детей с легкостью решать сложные математические задачи и уравнения. В 2015 году Ольга Ивановна заняла первое место в Знаурском районном конкурсе «Учитель года». Репортаж Алены Уттаевой. Ольга Кайсинова – преподаватель математики. Профессию выбрала не случайно. Дедушка, мама и брат тоже в этой профессии. Поэтому о выборе специальности она и не задумывалась. Хотя родители отговаривали дочь. Так как профессия преподавателя сложная и требует много усилий и терпения. Но любовь к детям оказалась сильнее. И поэтому она ни разу не пожалела, что пошла по стопам своих родных. В 11 классе уже, можно сказать, поставила цель, что буду учителем. В садике я сама особо не помню, но воспитатели говорили, за всеми следила, за всеми убирала, со всеми уже командовала там. В школе тоже, как приходили уроки мои, я домашние задания как делала. Раскладывала купы, игрушки, им задавала эти домашние задания. Когда начала работать в селении Доргавсе, я пошла туда практикой. Сама пошла. Родители были против. Всё равно я выбрала учителем быть. Дети – это моё, школа – это моё. Я люблю детей, я без них не могу. Каникулы я уже вспоминаю в школу. Любовь к преподаванию у меня от дедушки. Как эта семейная династия получается. Закончила Северо-Осетинский государственный университет, математический факультет. Уже на четвёртом курсе устроилась на работу в село Доргавс, где проработала около четырёх лет. После того, как она связала свою жизнь со знаурским парнем, переехала жить в Южную Осетию. Устроилась в знаурскую среднюю школу. В целом учительский стаж составляет около 13 лет. Я переехала сюда жить и сразу пришла в школу, в знаурскую, нашу любимую школу. Мне повезло с коллективом, мне повезло с моим начальством. Сильно полюбила я Южную Осетию. Когда я иду домой, на второй день я уже хочу обратно приехать в знаур. То есть уже тянет душа, уже это всё моё родное. Хочу всем учителям, преподавателям, своим коллегам пожелать. В первую очередь здоровья крепкого, терпения обязательно в нашей нелёгкой работе и творческих всем успехов. Прежде всего нужно любить детей. Уверена героиня нашего сюжета. Без этого качества невозможно найти общий язык с ребёнком. Так как каждый ребёнок индивидуален, каждому нужен особый подход. В 2015 году Ольга Ивановна заняла первое место в районном конкурсе «Учитель года». В своей работе использует современные методы преподавания. Косинова Ольга Ивановна работает в Наурской средней школе, учителем математики около 9 лет. И за время работы она зарекомендовала себя только с положительной стороны. Она профессионал своего дела. В совершенстве владеет новыми образовательными технологиями. Её очень сильно любят дети, родители и коллектив тоже. Знаю нашего учителя Ольгу Ивановну. На протяжении 4 лет она нас уже учит. Мне её предмет довольно понятен. И мне всегда нравилось слушать её на уроках, так как она более подробно объясняет нам уроки. И я могу сказать, что этот учитель очень добрый, хороший и всегда может помочь. Только в редких случаях подходил к ней, чтобы спросить ту, может быть, или иную формулу. Профессия преподавателя занимает особое место в обществе и в жизни каждого отдельного человека. Именно преподаватель даёт те знания своим воспитанникам, которые влияют на его мировоззрение, развитие в целом. Алена Уттаева, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня стала известна сильнейшая команда по шахматам среди школьников республики. В финал вышли ученики Тиногарской школы, а также гимназии РОХС. Партия получилась нелёгкая. Кто же одержал победу, узнаем из репортажа Батрат Захуриева. В Скинверской школе-интернате прошло командное первенство Южной Осетии по шахматам среди школьников. За призы боролись 13 команд, в каждой из которых было по 3 участника. Команды были поделены на две подгруппы. По регламенту соревнований в финал выходили команды, занявшие первые места в своих подгруппах. Это ежегодный турнир, самый массовый из наших турниров. Каждый год он проходит. Организуется, как правило, спорткомитетом Республики, Федерацией шахмат Республики и на базе школы-интернат. Борьба у нас очень ожесточённая, очень конкурентоспособная. Помимо югостинских команд, играет вне конкурса одна северостинская команда, 26-я школа Северной Осетии. Там очень сильные игроки, нашим участникам будет очень полезно набраться у них опыта, сыграть с ними. А так, вот вы сами видите, у нас схватки проходят, очень большое напряжение, по-хорошему спортивная злая борьба. В соревнованиях приняла участие команда Циногарской средней школы. Ученики этого учебного заведения последние несколько лет всегда принимают активное участие на соревнованиях по шахматам. Вот и сейчас приехали во главе с директором школы Ласкогу Суевым. Ученики этого участия на соревнованиях по шахматам. Ученики этого участия на соревнованиях по шахматам. После всех проведенных игр в финале встретились команды Гимназии Рухс и Циногарской средней школы. Игра получилась напряженной. За первой доской победу одержал представитель Циногара. Следующей закончилась партия за третьей доской, где игрок команд Гимназии Рухс сравнял счет. Судьба золотых медалей первенства решалась за второй доской. Более удачно действовал шахматист Гимназии Рухс и вывел свою команду на первое место. Третье место первенства заняла команда Гимназии Альбион. Батрас Хурьев, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова